Каждый раз, когда я приступаю или получаю просьбу о подготовке той или иной лекции, я всегда стараюсь ответить на один очень простой вопрос. Почему? Почему меня попросили об этом рассказать? Или почему мне интересно подготовить эту лекцию? Ответ в данном случае очень простой. Много лет назад ко мне обратился пациент, которому отказывали в проведении реконструктивной операции на аорте по одной простой причине. У него было очень высокое артериальное давление, у него были нарушения проводимости, у него был неконтролируемый сахарный диабет, избыточный вес. Но самое удивительное, этот пациент умудрялся спать. Он засыпал везде, за рулем, в автобусе, даже во время беседы со мной. И я приступил к его обследованию. Первое, о чем мне сказала его жена, это была фраза «Он храпит». Она описала это как богатырский храп. И сейчас, вспоминая о событиях того времени, я могу сказать, что появляется только одна аналогия. Замечательный мультфильм Добрыни Никитич и Змей Горенович. Помните один недостаток Добрыни? До утра не добудешься. Спал, храпел, был богатырем, веселым, сильным и добрым защитником земель русских. К сожалению, в жизни все выглядит немножко по-другому. Тебя выгоняют из спальни, от тебя уходят в другую комнату. С утра ты видишь недовольные лица членов своей семьи, но при этом и у тебя выражение лица далекое от счастья. Ты не выспался. У тебя нет ощущения того, что ночной сон принес тебе облегчение, принес тебе зарядку перед новым тяжелым рабочим днем. Так что же такое храп? Храп – это всего лишь навсего звук. Это звук, который возникает в дыхательных путях нашего пациента при прохождении через них потоков воздуха. И если эти дыхательные пути в том или ином месте сужаются, возникает эффект трубы. Как гарниз дует в трубу и выдувает оттуда сигналы горна, так и пациент, страдающий храпом, выдувает из себя громкие специфические рулады. Но проблема даже не в самом храпе. Проблема в том, что храп является признаком другого, очень тяжелого состояния – синдрома абструктивного апноэ сна. То есть, во время ночного сна у пациента возникают эпизоды прекращения дыхания. От нескольких секунд до нескольких десятков секунд. Хорошо это или плохо? Это отвратительно. Почему? Представьте себе, что организм человека – это один большой двигатель внутреннего сгорания. А теперь представьте себе, что будет с человеком, который уснул в гараже в машине с включенным двигателем. Количество кислорода внутри этого гаража постепенно снижается, а количество углекислоты и прочих продуктов сгорания растет. А ведь наш основной обмен формируется из чего? Из того, что мы берем углеводороды, перерабатываем их внутри себя и выделяем углекислый газ и воду. К чему приведет такой дисбаланс развития гиперкопнии и гипоксии? У пациента драматически меняется метаболизм. У пациента начинает развиваться толерантность к глюкозе. У пациента начинает развиваться инсулинорезистентность. В следствии этого пациент начинает страшно толстеть. У пациента начинает расти уровень артериального давления. Начинает расти уровень мочевой кислоты. И мы сталкиваемся с уже известным медицинским явлением под названием метаболический синдром. И когда все вместе существует в организме пациента достаточно долгое время, мы видим вот такую вот замечательную картину. Мы сели почитать газету и проснулись от собственного храпа. Это отвратительно. Как же поставить диагноз? Существует несколько методов. Самый точный – это стационарная полисомнография. Это лаборатория, в которой пациент проводит ночь, ведется его видеомониторное наблюдение, ведется запись его параметров, оксигенации, сердечного ритма, частоты дыхания и прочее, 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 прочее. Все эти данные суммируются, и на выходе получается заключение – есть или нет синдром ночного апноэ. Но не каждый согласится госпитализироваться. Не каждый найдет время для того, чтобы провести одну, а может быть, две и три ночи в стационаре для того, чтобы поставить правильный диагноз. И тогда нам на помощь приходит кардиореспираторный мониторинг. Маленький приборчик, размещаемый на руке пациента, определяющий сердечный ритм, проводящий пульсоксиметрию и меряющий, например, децибелы храпа и оценивающий частоту дыхания. Этих данных, поверьте мне, вполне достаточно для того, чтобы выявить синдром ночного апноэ, особенно у пациентов, которые явно храпят. Каким мы показателем пользуемся? В данной ситуации мы пользуемся показателем индексапноэ-гипапноэ или индексапноэ. Что это значит? Это число событий, число прекращений дыхания на один час мониторирования. И если их меньше пяти – это норма. От пяти до пятнадцати – лёгкая степень. От пятнадцати до тридцати – средняя степень. И выше тридцати – это тяжёлые нарушения дыхания во сне. Вот так это выглядит. Мы видим перед собой и дыхательную кривую, и сатурацию, и пульс нашего пациента. И видим, что у данного конкретного пациента есть моменты прекращения дыхания. Им предшествует храп. И при этом кислород в крови у этих пациентов выраженно снижается. А пульс в этот момент тоже идёт вниз и зачастую останавливается. Есть ли ещё более простой способ, который можно было бы применять не в центрах респираторной медицины, а, например, в обычных амбулаторных условиях? Да, есть. Можно попробовать для этого использовать обычное суточное мониторирование ЭКГ по хоутеру с элементами кардиореспираторного мониторинга. Почему так? Всё очень просто. Те, кто бывали в кардиореанимации, да и вообще в любой другой реанимации, видели, как мы мониторируем частоту дыхания у таких пациентов. На груди расположены от 3 до 6, там, 12 электродов. И по колебанию амплитуды зубца R можно, в принципе, начертить дыхательную волну. Ровно тот же самый способ мы и используем при выявлении синдромов остановки дыхания у пациентов в присуточном мониторировании ЭКГ. Обратите внимание, в данном случае момент паузы соответствует моменту снижения числа сердечных сокращений и моменту остановки дыхания. Вот она связь между сердечно-сосудистой и дыхательной системой. Возвращаясь к тому пациенту, которого я вам приводил в начале нашей сегодняшней встречи, я хочу сказать, что мы сначала выполнили ему суточный монитор ЭКГ и обнаружили паузы по 16, 18 и даже 20 секунд. И именно тогда мой большой друг, прекрасный специалист Сергей Львович Бабак предложил провести ему кардиореспираторный мониторинг. И вот тут мы обнаружили индекс АПНОЕ 42. Мы обнаружили снижение сатурации, снижение насыщения крови кислородом, его падение до, вы только вдумайтесь, 72%. Это вообще-то показания к искусственной вентиляции лёгких. И начало СИПАП-терапии привело к потрясающим результатам. Чуть-чуть я забежал вперёд. Хотел сначала сказать, что вот так вот, получив всю исчерпывающую информацию, богатырь задумался, что же сделать такого, чтобы вернуть счастливую семейную жизнь. И очевидный способ – это попробовать похудеть. Но, к величайшему сожалению, при подобном виде ожирения, при подобном сочетании патологий, это крайне тяжело, если не сказать практически невозможно. Хотя даже 10% снижение веса приводит к резкому улучшению клинического и инструментального состояния нашего пациента. Он может перейти из тяжёлого нарушения дыхания, например, в средней степени тяжести. Но ещё раз повторяю, это очень тяжело, практически невозможно. А можно стать космонавтом, можно прибегнуть к помощи СИПАП-терапии, дыхании с положительным давлением конца выдоха. Могут использоваться назальные маски, нозооральные маски. Но в любом случае, как в случае с электрокардиостимулятором, прибор берёт на себя функцию дыхательной системы человека. И в тот момент, когда он видит, чувствует, детектирует очень большую паузу дыхания, он самостоятельно включается и протезирует дыхательную функцию своего пациента. Восстанавливается нормальный ритм дыхания, улучшается качество жизни пациента, улучшается качество ночного сна, уходят метаболические нарушения, связанные с гиперкопнией и гипоксией. И, о чудо, вспоминая опять же моего пациента, спустя два месяца после начала, а у него была даже не СИПАП, у него была БИПАП-терапия, и не только в ночные часы, но ещё и три раза в день, я этого пациента не узнал. В мой кабинет зашёл высокий, подтянутый, чуть располневший человек, который на протяжении 40 минут приёма вёл активную беседу. Я с удивлением обнаружил, что у него нормализовалось артериальное давление, что у него снизился уровень глюкозы, и он отказался от сахароснижающих препаратов. Мало того, спустя месяц ему сделали операцию по протезированию аорты, и он вернулся к своим прямым функциональным обязанностям фермера в Тульской области. Есть ли какие-то другие способы помощи нашим пациентам? Да, конечно, есть. Зачастую нарушения дыхания возникают при анатомических дефектах воздухоносных путей. И можно попробовать исправить носовую перегородку, и это приведёт к восстановлению нормального дыхания. Можно попробовать провести пластику мягкого нёба, и это тоже приведёт к восстановлению нормального ночного дыхания. А можно стать боксёром. Наверняка все видели бои боксёров, да? Им в рот вставляют капу. Да, им вставляют в рот капу для того, чтобы они губы не разбивали о свои зубы. А в данном случае роль капы заключается в том, что она выводит нижнюю челюсть вперёд, и тем самым открывает дыхательные пути нашего пациента. И это тоже приводит к тому, что у нашего пациента уменьшается ли или совсем прекращается храп, разрешается синдром ночного апноэ.